Беларусь выступает за нормализацию отношений с Соединенными Штатами Америки на взаимовыгодных условиях. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на встрече с временным поверенным в делах США в Беларуси Скоттом Ролландом, дипломатическая миссия которого завершается. Он работал в Минске с 2014 года. До этого дипломат представлял интересы США в Азербайджане, Германии, Пакистане, Эквадоре, Афганистане, Малайзии и Российском Екатеринбурге. США и Беларусь партнеры перспективные. Как отметил Александр Лукашенко, запрещенных тем в сотрудничестве сегодня нет. В свою очередь США тоже готовы и дальше идти по пути нормализации отношений. Беларусь партнеры перспективные. Мы очень многое можем сделать в ближайшем будущем. Да, у нас есть определенные обязательства перед нашими соседями. У нас есть очень тесное сотрудничество, вы это знаете, с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, с Индией. Это наши стратегические союзники, партнеры. Мы с ними заключили соответствующие соглашения. Но мы никогда не скрывали тот факт, что без нормализации отношений с Соединенными Штатами, с вашей страной, с Родиной вашей, мы не будем иметь полноценную внешнюю политику. Мы не скрываем, что мы очень хотели бы нормализации отношений с Соединенными Штатами на взаимовыгодных условиях. Когда ко мне приезжают с Соединенных Штатов предприниматели или бизнесмены, я с ними встречаюсь, обсуждая инвестиционный климат в Беларуси, принято так говорить. Я им говорю, что давайте вы работаете у нас в Беларуси по американским законам. Мы создадим вам такое правовое поле. Они говорят, что нет. Мы по-беларусски хотим законам. Это для меня очень такой сильный рычаг и основа для разговоров с другими бизнесмеными. Надо оттолкнуть, что действительно американцы люди совершенно разные. Они отличаются друг от друга. Но это искренние люди. У нас нет запрещенных тем в сотрудничестве с вами. Мы не имеем ни перед одним государством обязательств, которые бы противоречили нашему сотрудничеству со Штатами. Даже россияне нам всегда говорят о том, что нормальные отношения иметь с Западной Европой и США – это абсолютно приемлемо и нужно. И я еще раз подчеркиваю, если на это будет добрая воля Соединенных Штатов, мы решим любые проблемы. Очень рады за прогресс, которого мы достигли здесь за эти последние два года. Вашингтон хотел, чтобы я вам передал, что мы готовы еще дальше сотрудничать с вами, с государством Беларуси, чтобы было хорошее будущее. И, конечно, самое главное, чтобы территориальная суверенитет Беларуси и независимость были на самом высоком, крепком уровне. Вы в этом можете не сомневаться. Независимость и суверенитет для меня, как президента, и, наверное, вы видите уже для нашего белорусского народа, уже – это святое, это икона. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы быть несуверенным государством. И поверьте, что мы сделаем все для того, чтобы таковым быть. Без всяких излишеств, без гвалта, без помпы какой-то. Мы сделаем это красиво и спокойно. И мы всегда будем независимыми. Господь видит, что белорусский народ заслужил это в своей истории. Дипотношениям Беларуси и США более двух десятилетий. В последнее время они вышли на новый уровень. Президенты двух стран встречались в сентябре прошлого года в рамках визита Александра Лукашенко в Нью-Йорк для участия в саммите ООН. В свою очередь в Беларуси за последние два года побывали межведомственная делегация и делегация конгрессменов. В марте этого года президент Беларуси встречался с заместителем помощника министра обороны США. Две страны сотрудничают по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности. Что касается товарооборота, то по итогам прошлого года он составил чуть меньше 600 миллионов долларов. США является страной, которая активно вкладывает инвестиции в экономику Беларуси. Сотрудничество Минской Риги и взаимодействие с ЕС. Сегодня начнется двухдневный визит в Латвию министра иностранных дел Беларуси. Владимир Маккей проведет переговоры с президентом и премьер-министром этой страны. На встречах речь пойдет не только о двустороннем сотрудничестве, но и о контактах с Евросоюзом. В целом в политической, торгово-экономической, транспортной и гуманитарной областях. Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов Беларуси, а также является одним из основных транзитных коридоров для экспорта. Личность задержанного в Черном море человека, назвавшего себя беларусом, сейчас устанавливает полиция Румынии. Напомню, накануне береговая охрана заметила плав средства, собранное из подручных материалов. Лодка дрейфовала в направлении румынского города Монгале. Как удалось установить пограничникам, позже горе Колумб отчалил от украинского побережья из окрестностей Одессы и направлялся в Южную Америку. Как и зачем, путешественник пока не объяснил. Мужчина в настоящий момент передан в распоряжение румынской миграционной службы. Гражданин был задержан в ночь с 3 на 4 июля, двигаясь на самодельной лодке со стороны Украины на расстоянии от берега в 11 морских миль. Органы внутренних дел его задержали из-за того, что он нелегально пересек границу и при себе у него документов не было. Затем гражданин был доставлен на берег и обследован бригадой скорой помощи. И в настоящее время он находится в органах внутренних дел Румынии. И гражданство еще подтверждается, и лично. В жизни гражданина ничего не угрожает. Посольство отслеживает ситуацию. У аэропорта еминского города Адена несколько часов назад совершен двойной теракт. Его жертвами стали как минимум полтора десятка человек. Целью атакующих являлась военная база, расположенная неподалеку один за другим. Смертники взорвали два заминированных автомобиля. Затем возле базы завязалась ожесточенная перестрелка. В Йемене уже более года продолжаются военные действия. Повстанцы контролируют столицу страны и внутренние регионы. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией оперирует в Приморской области Йемена. В руках коалиции остается в том числе и Аден, в котором совершен сегодняшний теракт. О перемирии противники договорились еще в апреле, но взаимные атаки не прекращаются. О других событиях в мире далее в дайджесте Олега Романова. Официальное заключение комиссии, которое семь лет расследовало причины и последствия участия Великобритании в иракском конфликте, увидит свет сегодня. Уже известно, что доклад этот грозит серьезными неприятностями экс-премьеру Тони Блэру. Ему могут запретить занятия выборных должностей пожизненно и даже приговорить к тюремному заключению, хотя и условному. В иракской кампании англичане потеряли 179 солдат. При этом правительство демонстративно пренебрегло мнением британцев, большинство которых было настроено против участия в этой войне. Ираку война стоила миллиона жизней. Известно, что спецслужбы США и Великобритании представили лидерам двух стран ложную информацию о наличии у Саддама Хусейна оружием массового поражения. Это и послужило поводом ко вторжению. Сегодня доклад королевской спецкомиссии станет доступен родственникам погибших солдат и парламентариям. Ожесточенные столкновения студентов с полицией продолжались весь минувший день в Сантьяго-де-Чили. Прекратились они лишь несколько часов тому назад с наступлением ночи. Сотни бунтовщиков вооружились камнями и дубинками. Блюстители порядка применяли в ответ слезоточивый газ и водометы. Причиной конфликта является медлительность властей в реализации образовательной реформы. В Чили огромное количество частных учебных заведений, в которых дипломы фактически продаются. Это сказывается на престиже высшего образования и на конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Национализация многочисленных университетов началась два года тому назад с приходом к власти левоцентристов во главе с президентом Бачилет. Однако студенты считают, что реформа идет медленно и добиваются своего от правительства, в том числе посредством насилия. В затерянном городе Инков Мачу-Пикчу найдены загадочные рисунки. Они оставались незамеченными более ста лет, хотя мимо них прошли за это время миллионы туристов и тысячи ученых. Перуанские археологи полагают, что изображения человека и солнца появились на этих камнях еще до того, как был выстроен Мачу-Пикчу. И авторами рисунков являются носители неизвестной доингской культуры. До тщательного изучения и консервации изображений часть затерянного города будет закрыта для посетителей. Ученых более всего удивляет тот факт, что черная краска, открытая ветрам, дождю и солнцу, выдержала все испытания. Изображениям на камне более тысячи лет, и они все еще достаточно легко различимы. На поиски папороть-кветки этой ночью пройдут гуляния, приуроченные к празднику Ивана Купалы. По древней традиции во всех регионах Беларуси будут жечь костры, спускать на воду венки и, конечно же, искать цветок счастья. Так, под Минском озеро в горнолыжном центре Силичи развернется масштабный праздник. Здесь можно будет познакомиться с народными традициями, принять участие в старейших обрядах и современных мистификациях. По традиции самое отважное отправиться на поиски папороть-кветки. По преданию, этот цветок распускается раз в году именно в эту ночь. Нашедший его обретает сверхъестественные способности. В Беларуси закончился сезон пения соловьев. Их трели и переливы вновь можно будет услышать в наших широтах лишь в начале следующего мая. В республике наибольшая популяция соловьев в Минске и Могилевской области предпочитают эти птицы. Зеленые насаждения, но иногда селятся и рядом с людьми. Такова информация на этот час. Далее обзор спортивных событий, репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 16.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.